Семь команд из всех областных центров и города Минска собрались в Бресте на первые республиканские соревнования среди школьников городских учреждений образования. Задача – показать уровень подготовки в рамках школьной программы по физической культуре и свой лучший результат. Соревнования по многоборию. Человек должен быть общеразвитым физически. Для меня эти соревнования имеют очень важную роль, потому что я собираюсь жизнь с военным связать. Вот постараюсь. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс уникальным не назовешь. В республике уже эффективно работают аналогичные программы «Защитник Отечества» и «Олимпийские надежды Беларуси», а также «Спартакеада здоровья». Различия в видах спорта и нормативах. Специфика этих соревнований – приоритет легкоатлетических и силовых дисциплин. Мы его впервые таким образом проводим. Возможно, после того, когда мы проведем, посмотрим все наши недочеты, будут несены кое-какие изменения в некоторые нормативы. Потому что, например, по моему собственному мнению, некоторых нормативов, может быть, здесь не надо было их включать. Возраст участников – от 11 до 16 лет. Мальчик издают 7 нормативов, девочке – 6. Программа соревнований – насыщенная. Бег на 30 метров и полтора километра. Прыжки с места, отжимания, челночный бег, подтягивания на высокой перекладине. Общие физические упражнения, которые позволят, наверное, добавить здоровья нашим детям. Это хорошо забытый старый наш комплекс ГТО, который был в свое время раньше. Поэтому прыжки, подтягивания, легкий бег, челночный бег – это то, что позволит развить определенные качества наших детей. Здесь можно показать свою гибкость, выносливость, координацию. То есть здесь, в принципе, в эту программу включены все основные нормативы, которые показывают развитие двигательных качеств у каждого ребенка. Вместе с тем, республиканские соревнования – это еще и площадка для отбора перспективной молодежи для подготовки спортивного резерва. Это своего рода еще и отбор для наших других видов. Так как, если мы можем посмотреть, на трибунах есть тренера, которые наблюдают за этими детьми. Они видят наши виды в те же прыжковые виды, в легкой атлетике основной вид спорта, который может быть. Кто-то может увидеть для гимнастики детей. Поэтому это для нашего будущего. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.